расскажу я вам сегодня сказочку о трутнях почему плохо если в семье остается трутни вот так вот смотрите на леточек если видите что сюда прилетают трутни осенью уже после медосбора значит сказочка о трутнях значит вот после медосбора как все знают пчелы изгоняют трутни из улья и прекращают выращивать трутневый расплод пчелам сразу трутни конечно выгнать трудно потому что они жирные толстые и довольно сильные чтобы пчелы могли их побороть тогда пчелы изгоняют на край рамок вот на этот вот где нет меда и не дают им возможности жрать мед трудни тогда ослабевает силы теряют пчелы берут их за уши и вытягивают из улья и выбрасывают на улицу кто посильнее старается все-таки залезть в улей вот рамка на зиму чудесная хорошая тяжеленная вот ну а кто послабее и не может уже даже подняться охлял настолько но тот таки остается перед литком лежать и умирает и становится добычей муравьев тоже рамочка с медом чудесные так вот когда заканчивается метасбор пчелиная семья начинает жить по-другому то есть пчелиная семья начинает избавляться от трутней если есть у них трутневый расплод они его выбрасывают к чертной матери вот перестают воспитывать трутневый расплод потому что трутня им больше не нужен ну и начинает готовиться к зиме а именно перетаскивать мед в гнездо формировать свое гнездо и самое главное выращивать зимнюю пчелу так вот когда пропали трутни из улья после медосбора значит семья вот уже перешла в этот режим когда она выращивает зимнюю пчелу и трутни ей уже не нужны это значит что у них есть матка есть расплод и есть желание повыращивать зимнюю пчелу но так иногда случается что вот чё трутни из улья не изгоняют если трутни не изгоняются из улья значит скорее всего у семьи есть проблемы с маткой все засеяно вот сколько рамок осматриваем нигде нету трутневого расплода но если вдруг видите что есть трутневый расплод и трутни тем более бегают в наличии по улью обычно они сидят на крайних медовых рамках и там жрут мед то скорее всего у вас проблемы с маткой матка неудовлетворительная матка некачественные пчелы в таком случае не изгоняют трутни ну и к тому же если трутни остаются везде при некачественной матке то как правило в семье и расплоду нет потому что такие матки очень плохо откладывают расплод и тогда расплоду улье совсем немножко ну а нет расплода соответственно и семья уйдет в пике и может даже до зимовки остаться от нее жменька пчел то есть никого не остаться это касается хороших семей средних и сильных слабенькие совсем семьи от водочки допустим нуклеуса трутни бывает не изгоняют даже при хорошей матке потому что слабые семьи бывает трутни даже оставляют на зиму вот прекрасная семейка здесь у меня группа ульев стоит в этом месте именно в этом и в этой группе ульев у всех по 6 по 7 рамок расплода в этой семье 7 рамок расплода это вот последняя рамка по моему та тоже расплод 7 рамок расплода именно в этой группе ульев в то время как в других группах ульев потому что я же провожу эксперименты на пасеке касающихся слета пчел так вот в других группах ульев сейчас расплоду по 3 рамки 3-3,5 рамки а здесь все практически улья в этой группе которые здесь стоят все имеют по 6 по 7 рамок расплоду явно больше чем скажем так в других контрольных группах вот кто мне скажет почему так будет большой молодец ну а кто не скажет то я когда-нибудь скажу когда надумаю и расскажу что можно сделать для того чтобы вот у вас на это время было побольше расплода в гнезде очень простая вещь казалось бы но довольно эффективная оказалось но это я в этом году так начал делать прошлый и позапрошлый год когда у меня были слеты в прошлом году не было в прошлыми все правильно сделал в позапрошлом и позапозапрошлом были слеты семьи вот в этом году надеюсь не будет потому что поменял я методы пчеловождения следите за трутнями они как индикатор хорошего состояния матки осенью вот смотрю как летает трутень когда трутень в семье признак того что есть проблемы с маткой а он гад летает ну в общем я матку подсадил четыре дня назад может еще его этого трутня не выгнали но скоро наверное ему покажет уже на дверь на выход